Всем привет! В этом видео затрону нафиг никому не нужную тему Евровидения. Прошло два полуфинала и давайте попробуем сделать прогноз на финал. Прежде всего несколько слов об участниках, которые не прошли финал. В первом полуфинале не прошла Херобьорк из Исландии. Ее номер был заметно слабее, чем на национальных отборах. Почему-то отказались от подтанцовки и решили певицу оставить одну на сцене, что совсем не пошло в плюс. Наталья Барбу из Молдовы, также национальный отбор был гораздо лучше поставлен. Номер с пятью девушками-скрипачками имел свою изюминку, а на Евровидении она была одна и больше акцент делался на экранах с бабочками и прочей яркой живностью. Совсем не подходящие песни. Австралийский номер от Electric Fields крайне слаб. Сама песня звучала нормально в клипе при нормальных эффектах, но на Евровидении намутили африканских танцев с бубнами. А певица часто лажала с песней. Итог закономерен. Дания. Хорошо исполненная песня на национальных отборах, на Евровидении уже чувствовалась скованность. Певица явно не дотянула. Плюс акцент сместился на графику с песком, что, как мне кажется, было куда менее эффектно, нежели простой прием со светом на отборах. Сан-Марина. Провалили выступление целиком и полностью. В целом правильно все поставлено, но певица уже в середине песни запуталась в словах, а под конец совсем уже срывалась и не дотянула. Лично для меня было неожиданным, что в финал прошла Сербия с балладой Рамонде. Не лучшим образом исполненной, кстати. Странным показался отбор Люксембурга, Португалии, Словении, Латвии, Грузии, ничем не примечательных. Но особенно странно выбор Греции, этакий греческий колорит плюс говно-тикток. Но по мне говно плюс что угодно все равно равно говно. Уж простите, тиктокерский формат, как мне кажется, совсем не подходит к Евровидению. А теперь обратимся непосредственно к прогнозам финала. На национальных отборах Финляндия вполне казалась номером, который может претендовать на высокое место, как Каря в прошлом году со своим Ча-Ча-Ча. Но номер на Евровидении нажал на прикрытие причиндалов Windows Man в стиле Остина Паверса. И это уже совсем как-то тупо смотрелось. Думаю, высоко он не зайдет. Украинский дуэт Алены и Джерри, как мне кажется, вторичен. Их композиция явно отсылает на позапрошлогоднюю песню, которая тогда победила. Посыл абсолютно такой же, ритм тот же. Хорватия, которая является одним из фаворитов, думаю, не победит. В клипе песня звучала намного лучше, чем на сцене Евровидения. Немо из Швейцарии в юбке и костюме Мэпид Шоу явно вдохновлялся Витасом. Это прям чувствуется в песне. Армения с задорным ритмом вполне может претендовать на высокое место. Израиль очень хорошее исполнение Хьюрикена. Но в целом номер не очень запоминается. Однако, думаю, высоко зайдет из-за качественного исполнения. Но не выиграет. Немного скажу про Норвегию. Их я ждал с интересом, потому что в последнее время часто Норвегии очень сильно занижают оценки судей за вполне неплохие композиции. Прошлогодний Queen of Kings от Александры был очень хорош. Веселый и забавный дуэт с Абвульф только 10 место. А замечательное трио Кейна Spirit of the Sky явно был победителем Евровидения 2019. И зрители отдали ему предпочтение, в то время как профессиональные судьи дали какие-то ничтожные баллы. В итоге они заняли шестое место, только благодаря зрительскому голосованию. В этом году Норвегия как-то не очень удивила. В целом качественно спетая песня без особой изюминки. Порадовала эстонская группа с песней про наркотики. Калин из Австрии. Песня хорошая, но исполнение подкачало. Она прошла в финал, но если выступит так же, то уже может далеко не зайти. Но все же, думаю, тот пять она возьмет. Хороши были шведы, точнее это норвежский дуэт братьев Маркуса и Мартинуса, но выступает за Швецию. Если бы Евровидение было не в Швеции, думаю у них были бы неплохие шансы на высокое место. Но поскольку не принято в последнее время голосовать за ту страну, в которой проводится конкурс, то и тут не будут. Испанский дуэт Небулоза. Сразу скажу, мне очень понравилось исполнение в клипе. В этом есть своя особенность. Певица начала карьеру уже когда ей было за 50, и в клипе делался акцент на том, что уже не молодую женщину с удовольствием слушает посетительницы клуба в годах. А мужчины недовольны, так как хотят видеть молоденьких и красивых. Я надеялся, что номер будет не таким, как на национальных отборах, но к сожалению он точно такой же. В целом исполнение хорошее, но мужики в стрингах, так сказать, портят вид и убивают эту фишку с певицей в годах. Хотелось бы, чтобы Испания далеко прошла. Ну и под конец о лидере. Йост Кляйн с композицией Европапа. Это очевидный лидер, и я думаю, что ни у кого нет никаких сомнений, что он выиграет Евровидение. После выступления на сцене ясно как день. Никто ему конкуренцию не составит. И это несмотря на то, что с профессиональной точки зрения были у него серьезные огрехи. И это не лучшее исполнение. В клипе все выглядело и звучало в разы лучше. Но даже так посыл песни хорош. Добро пожаловать в Европу. Ты здесь до самой смерти. Ты можешь сколько угодно ездить из страны в страну, и все хорошо. Но ты чувствуешь одиночество везде. Тебе не радуют страны и тамошняя еда. И ты просто ищешь похвалы со стороны. При этом ездит человек в большой шляпе, словно стереотипный техасец вместе с толстым Элвисом. Быть может он и есть Европапа. И в конце клипа герой наблюдает горящую Европу, в которой ему было так весело танцевать с девочками. И на фоне сгорающей Европы он вспоминает слова отца, что у мира нет границ. Видишь папа, я внимательно тебя слушал. Согласитесь, при таком веселом ритме и запоминающемся мотиве, мысль-то глубока. И именно последний грустный мотив на Евровидении поставили в повторы. Хотя обычно туда ставят припев или самую запоминающуюся часть. Логично было бы поставить припев про Европапа. Но поставили эпилог. Поэтому, краткий прогноз. Однозначно первое место Нидерланды. Композиция Европапа. Я думаю, в топ-5 зайдут Австрия, Вивил Рейф, Хорватия, Рим Тим Тагедим, Израиль Хьюрикейн и Испания Зора. Также, думаю, высоки шансы у Армении, Эстонии, Украины, Швейцарии. И хотелось бы верить Швеции.